Программа «Де-факто» на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте! Погоня за каршеринговым автомобилем. 19-летний бесправник ехал 150 км в час по городу, чтобы уйти от преследования ГАИ. Штурм квартиры через балкон в Гомеле задержали наркозбытчика. Алкоголь и удаль, коктейль несовместимы. Трагические примеры и работа по профилактике в сюжете наших корреспондентов. Что такое домашнее насилие? Всегда ли жертвы готовы дать отпор тирану? И как не дать себя в обиду? Выясняла Вероника Гамзюкова. О противодействии насилию в семье и роли участковых в решении конфликтов поговорим с представителем Управления охраны правопорядка и профилактики УВД Андреем Бондаревым. Начнем, как обычно, с того, что произошло в Гомельской области за неделю. 13 административных протоколов за попытку скрыться от преследования ГАИ и нарушения правил дорожного движения. В Гомеля бесправник на каршеринговом автомобиле уходил от погони. Машину, которая в темное время суток двигалась без включенного ближнего светофар, инспекторы заметили на пересечении улиц Советской и проспекта Победы. На требования об остановке водитель не отреагировал, а лишь прибавил газу. Иногда скорость его авто доходила до 150 км в час. Но, свернув во двор, водитель попал в тупик. Выскакивал нарушитель на ходу, а вместе с ним стрекача дали и пассажиры. Машина врезалась в припаркованные автомобили. Оказалось, что в аренду ее взял 19-летний бесправник. Юноша зарегистрировался по чужим документам. В Гомеле при проведении ремонтных работ произошло обрушение строительных конструкций четырехэтажного здания. После проведения ремонта в нем планировалось сдавать площади в аренду под складские помещения. На момент проведения строительных работ в здании находился один человек, который услышал звуки обрушения и выбежал на улицу. Пострадавших нет. В Гомеле сотрудники ОМОНа пошли на штурм квартиры наркоделлера через балкон. Сделали они это при помощи приставной лестницы, а дальше уже дело техники. Подозреваемый на полу в целости и сохранности улики. 50-летний мужчина не успел избавиться от 500 граммов марихуаны, которую хранил в банках на кухне. В поле зрения оперативников гомельчанин попал после того, как продал 5 граммов дурмана. Цырьон выращивал на даче, а в квартире хранил семена конопли. До 8 лет лишения свободы. Такова перспектива уголовного преследования. Дорогая ошибка. Милиция разыскивает мужчину, которому в банке вместо польских злотых случайно выдали британские фунты и стерлингов. Мужчина хотел купить польскую валюту в отделении банка по адресу Гомель, проспект Ленина, 19. Но вместо 250 злотых кассир выдала клиенту 250 фунтов. В эквиваленте это около 750 белорусских рублей. Всех, кто мужчину узнал, милиция просит звонить на прямую линию 102. В последние дни главным фактором роста числа гибели людей от внешних причин, по мнению правоохранителей, является употребление спиртных напитков и пренебрежение правилами безопасности. Самыми проблемными объектами, требующими пристального внимания, сегодня являются водоемы и дороги. О трагедиях, профилактике и проводимой работе сотрудниками ОСВОДА и ГАИ в следующем сюжете. В минувшее воскресенье в Гомеле на Обкомовском озере утонул 57-летний мужчина. Компания взрослых людей с утра пришла отдохнуть и покупаться в необорудованном для этого месте. Обкомовское озеро не предназначено для купания. Здесь ранее намывали песок для строительства и глубины достигают 15 метров. Красивый ландшафт притягивает сюда людей, поэтому ОСВОД выставил здесь временный пост, который в летний период работает с 12 дня до 9 вечера. Незамедлительно выехали спасатели с городской спасательной станции, где на глубине 3 метра и на расстоянии порядка 15 метров от берега было поднято тело гражданина города Гомеля, жителя города Гомеля. По предварительным данным находился в компании двух женщин, распивали спиртные напитки и решили на спор переплыть озеро. Что произошло уже установить вскрытие. Кроме этого случая, сутками ранее вблизи деревни Балажевичи в Крипете на глубине 50 сантиметров сотрудниками МЧС был найден мертвым 47-летний житель деревни Милошевичи Лельческого района, который по предварительным данным также накануне выпивал. Мужчина вместе с компанией приехал на берег реки, чтобы пару дней отдохнуть вдали от суеты. На утро приятели не смогли его найти и сообщили в МЧС. Надо сказать, в местах, предназначенных для купания, перед началом сезона обязательно проводится большой комплекс подготовительных мероприятий, а во время периода на станциях дежурят матросы-спасатели, которые следят за обстановкой. Трое молодых людей после работы решили отдохнуть на Великоборском водохранилище. Расположились недалеко от пляжа, думали, что глубина такая же, как и на пляже, где место для купания оборудовано. Выплыли на водохранилище на надувном матрасе, втроем двое из них не умели плавать, начали дурачиться, баловаться. Матрас перевернулся, и трое оказались в воде, из них двое не умели плавать. Матросы-спасатели, дежурившие на спасательной станции Хойник, увидев, что нарушение происходит, выезд на водохранилище на надувном матрасе, начали выдвигаться к ним, и только это их спасло. В это же время в районе Нарвулянской спасательной станции на реке Припять компания отдыхала на крутом берегу, распивали спиртные напитки, повздорив женщина с молодым человеком, столкнула его с крутого берега в реку Припять. Благодаря спасателям человек остался жив, тоже не умел плавать, глубина на этом месте была 4 метра. С начала года в Гомельской области только осводовцами спасено 25 человек. К сожалению, за этот же период у нас утонуло 38 граждан, двое из которых были несовершеннолетними. Более половины на момент утопления находились в состоянии алкогольного опьянения. Наличие алкоголя в крови способствует наступлю рефлекторному и спазму дыхательных путей, поэтому даже небольшое попадание в жидкости, в дыхательные пути, в верхние отделы при алкогольном опьянении может вызвать необратимый спазм дыхательных путей и наступление смерти. Еще одним местом, где из-за алкоголя гибнут и получают травмы люди, служит дорога. Причем жертвами становятся не только пьяные виновники ДТП, но и другие участники дорожного движения. 25 июля примерно в 21.20 18-летний водитель, управляя автомобилем, двигался по улице Ильича в Гомеле в направлении улицы Фрунзе. В районе дома номер 2 из-за неправильно выбранной скорости не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 17-летний пассажир, который ехал в автомобиле на заднем сидении, соответственно, не был пристегнут в нем безопасности. Сам водитель, который получил водительское удостоверение менее месяца назад, от прохождения медицинского свидетельства не отказался. 27 июня 52-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, без мотошлема, управляя мопедом с признаками алкогольного опьянения и двигаясь вдоль домов по улице Бочкина в Гомеле, не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение областной больницы. Статистика говорит, за 7 месяцев текущего года на территории Гомельской области с участием нетрезвых водителей зарегистрировано 20 ДТП, в которых 6 человек погибли и 21 был травмирован. В связи с этим 28 июля сотрудники областной госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Недопустим нетрезвых на дорогу». Местом проведения выбрана дорога «Восточный обход Гомеля», на которой в этом году уже зарегистрировано 8 ДТП и 339 нарушений ПДД. Сотрудники госавтоинспекции акцентируют внимание водителей, что если они видят, что участники дорожного движения, так как водители, пешеходы, либо велосипедисты находятся на дороге в нетрезвом состоянии, чтобы они незамедлительно сообщали по телефону 102 либо в госавтоинспекцию, и своим звонком они, возможно, сохранят чью-то жизнь. Останавливая водителей, инспекторы интересовались, как бы они поступили, если бы заметили пьяного на дороге. – Какие у вас будут действия, если вы увидите, что нетрезвый водитель садится за руль? – Позвание убравить. – А были случаи таких? – Ну, в принципе, у меня-то не было таких случаев. Я сам 30 лет за рулем. – Если вы увидите, что нетрезвый человек садится за руль, ваши действия? – Ну, как действия? – Во-первых, предупредить его, ну, убрать его, так сказать. – Да, обязательно. – Остановить обязательно, ну и сообщить, естественно, органы ГАИ. – Спасибо огромное за сознательность от вас, от нас. – Сотрудникам господинспекции. – Вот, безалкогольные напитки, такая будет напоминание. – Спасибо, спасибо. – Пожалуйста. Мероприятие показало, что у наших граждан достаточно высокий уровень знаний правил дорожного движения и активная жизненная позиция. Результат не заставил себя долго ждать. 29 июля, примерно в 00.45, в оперативно-дежурную службу ГАИ поступила информация о том, что по улице Осипова в Гомеле автомобилем «Хендай» белого цвета управляет нетрезвый водитель. Экипаж инспекторов оперативно выехал по ориентировке. Водитель заметил, автомобиль ГАИ заехал на парковочную площадку ближайшего супермаркета, где и был задержан. – Что употребляли? – Честно? – Ну, конечно, честно. – Пиво. – Пиво. – И клиента везли? – Нет. – Командир, отпусти. – Ну, конечно. – Но я же не ездил нигде. – Ну, ты же видишь, что это. – Я не вез никого. – Да какая разница? – Машина лично ваша или аренда? – Аренда. – Идемте. – Да я в отказе. – Не, ну там откажете, если ты приворачиваешь. – Я даже туда и не пойду. – Нарушителем оказался 42-летний житель Мозырского района, взявший автомобиль в аренду и работающий водителем такси в областном центре. Не поступил бы звонок, жизни других участников дорожного движения неминуемо подверглись бы опасности. К тому же 12 лет назад мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в том числе и к уголовной. Унижение, побои, психологическое насилие. Жертвами такого поведения стали две героини нашего следующего сюжета. Одна страдает от действий сына, вторая жила три года в семейном аду, но нашла в себе силы и смелость все изменить. Реальные истории жертв домашнего насилия в следующем материале. Этот дом по улице Барыкина в советском РОВД известен хорошо. Правоохранителей сюда вызывают регулярно. Причина – насилие в семье. Тамара Петровна обращалась в милицию не один раз. В прошлом году сын Сергей впервые поднял на нее руку. Тогда женщина писать заявление отказалась. Сейчас насилие продолжается, но уже психологическое. Как сын ведет себя по месту жительства? Ну вот, два дня, вчера опять он кричал со мной. То есть, ночь музыка орала. Все, ругался со мной. А ругался по поводу чего с вами? Ну, он просто когда лишнее упивает, он начинает со мной скандалить, ругает. Я привожу сюда девочку, где выгоняют. А часто употребляет алкоголь? Да. И сам в этом обучении упаляется. Скажите, а насилие вот он в прошлом году применял, после того, как его привлекли к ответственности, он поднимал руку на вас больше, нет? Ну, такой сильный со мной не ругался, он может так толкануть. Я бы так никогда не бил ни разу. У меня же ничего никакого не было, ничего даже нет. Скажите, вы в этом году обращались в милицию по поводу противоправных действий? Я звонила несколько раз сюда. Не на камеру женщина рассказала, что ее сын регулярно приводит знакомых женщин. С ними мужчина громко слушает музыку и распевает алкоголь. В такие моменты Тамара Петровна и обращается в милицию. Правоохранители приезжают, но что-либо сделать они бессильны, если вызов поступает до 22.00. Сын матери не вредит, приводить гостей имеет право как собственник жилья. Выпроводить гостя сотрудники МВД могут только с 22.00 до 6.00. Мать говорит, что вы приводите там женщин постоянно. А мне на улице с ними сидите или что? Нет, ну вы приводите женщин, шумите. Даже музыку могу не включать, а она поедет в милицию вызовить. Я отец просто кинул раньше. Бамаза злая на всех. На всех банк. Сколько у меня было. Я не пьющий, я жил 4 года. У меня всяких злая. Хотел хорошей жизни, у меня не получилось. На счету Сергея хватает административок. Все совершены в состоянии алкогольного опьянения. Участковый отмечает, что было время, когда Сергей скрывался от правоохранителей. Двери не открывал, всячески избегал встреч. Сегодня мужчину регулярно посещают сотрудники милиции. В настоящий момент у Сергея только одно правонарушение. Следовательно, повторности даже нет, в связи с чем на учете профилактическом у нас не стоит. Совершенно другая история у гомельчанки Татьяны Кондратенко. Ни женщина, ни ее бывший муж не входили в категорию «они знакомы милиции». Отношения начинались, как в сказке. Татьяна и подумать не могла, что все обернется семейным адом. В 2012 году женщина забеременела. Выносить ребенка было сложно. Роды тоже были нелегкими. Наша героиня провела не один месяц в больнице. Муж ни разу ее не навестил. Серьезные скандалы начались, когда сыну было два месяца. Мужчина ушел гулять. Татьяну с ребенком в это время госпитализировали. Супруг на звонки не отвечал. После этого гомельчанка разорвала отношения. Алексей попал в СИЗО и оттуда писал письма, что раскаивается, любит и мечтает о полноценной семье. Татьяна поверила и снова с ним сошлась. А затем переехала из Минска в Гомель. В скором времени отношения стали невыносимы. Постоянные скандалы, любовницы и неприятные СМС от них. Унижения и угрозы со стороны супруга. Ты чушка, ты уродка. Какие-то унижения, оскорбления. Я не могла своему ребенку этого объяснить. Я начала говорить, что мне это не нравится, что я не буду так жить, что я так жить не хочу, что это приходит все нормы, все пределы, что это слышит ребенок. И я так не буду, я не хочу больше этого. Этого было достаточно, чтобы меня ударили по лицу, повалили меня на пол на кухне и били ногами. И говорили, ты чего открываешь рот? Ты кто? Чтобы рот открывать. У меня все тело было синее. Абсолютно все. Я закрывала лицо, и он меня когда бил, он мне разбил голову. И у меня здесь такая шишка плавала на лбу просто. Вот от головы здесь вот просто был такой синяк. И потом на одной из коммерческих встреч меня спрашивают, что у вас на лице что-то за синенькие такие. Я говорю, ну у нас ремонт в офисе, у меня вот палка упала. С потолка вот налог, так получилось. Строителю, который делал здесь ремонт, влетела. Я пришла, и он ко мне подошел. Говорит, ну я все понимаю. Говорит, ну мы строители всегда во всем виноваты. Говорит, ну я бы на вашем месте, Михаил, он разводился с мужем. Синяки по всему телу. На груди, на руках, на ногах, на боках. Везде. Такие, просто как сливы. Просто черные. Досюду, по всему всему. Я вся в синее. Я уехала на работу, и просидела вот с документами на работе часов, наверное, до 11 вечера. Я пришла домой. Открыла дверь. И он меня взял за волосы, затащил в квартиру, чтобы не слышали соседей. И просто я была в шубе, и не раздевавшись, он начал меня бить. Я понимала, что он меня сейчас просто убьет. Подбежал Сережа, я... Начал Сергею просто качать, Сережа, бежи, беги к соседям. Иди, возьми, открой дверь и беги к соседям. А мне Сережка окаменел, он так стал. У меня эта картина до сих пор в голове. Сережка встал, окаменел, и я ему говорю, что иди к соседям. А он падает на колени, начинает плакать. Начинает плакать и кричать, папочка, пожалуйста, не убивай маму. Не убивай маму, пожалуйста. Сегодня Татьяна призывает всех, кто страдает от домашнего насилия, бороться за свое светлое будущее. Тираны не меняются. Если вы не знаете, что делать, обращайтесь в милицию и фиксируйте побои. Чтобы привлечь угнетателя к уголовной ответственности, должны быть примеры как минимум трех эпизодов причинения телесных повреждений и издевательств в течение года. Также вы можете обратиться в организации, которые указаны на экране. Вероника Гамзюкова, Павел Антонов. Специально для программы «Дефакто». Продолжим тему домашнего насилия и обсудим способы усмирения семейных скандалистов вместе с заместителем начальника отдела управления охранной правопорядкой и профилактики УВД Гомельского обл. сполкома Андреем Бондаревым. Андрей Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уже мы телезрители. Если семейный скандалист занимается рукоприкластом, то как может себя, например, женщина, если она стала жертвой этого поведения, обезопасить? Что делать? Ну, для того, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, необходимо обратиться за помощью. Обратиться за помощью в органы внутренних дел, социальные службы, где будет разъяснено действующее законодательство, возможности, какие есть по оказанию помощи. Это и работа психологов, работа юристов, и кризисные комнаты, в которые могут быть помещена при желании эта женщина вместе со своими детьми на время, пока не урегулируется ситуация в семье. И обязательно называть свое имя и фамилию, либо можно это сделать анонимно? Можно для получения консультации, можно обратиться анонимно. Есть телефоны доверия, и в органы внутренних дел тоже можно обратиться к своему участковому, инспектору милиции, где будет все это рассказано. Не обязательно, если человек не хочет называть свои данные, он может не называть. Если он, конечно, не сообщает уже о явно совершенном каком-то преступлении, тогда мы уже будем выяснять, все-таки, кто сообщает и где это преступление совершено. Не секрет, что иногда доходит до такого, что женщины просто вынуждены обращаться в милицию и называть на помощь. Как проводят работу сотрудники правоохранительных органов? Все зависит от той ситуации, которая сложилась в конкретной семье, и от тех обстоятельств, как произошел конфликт. Есть обстоятельства, когда в отношении лица ограничиваются всего лишь одной профилактической беседой, и этого достаточно. В некоторых случаях применяют административное законодательство, то есть составляют административный протокол и даже изолируют человека до рассмотрения дела в суде, чтобы он не совершал и не мешал семье спокойно отдыхать. От чего это зависит? От тяжести, телесных повреждений? Потому что какие-то небольшие синяки могут оказаться в последствии, там есть серьезные последствия под этими синяками. То есть уже после того, как будет установлена степень тяжести, будет принято решение. Ну а если есть какие-то, скажем так, побои, когда за волосы подергали, подергали за руки, ударили по руке, когда нет видимых телесных повреждений, какие-то покраснения, здесь уже вступает в действие административное законодательство. Ну и у нас еще действует в административном законодательстве психическое, когда ведет воздействие на жертву, то есть обычный скандал приводит к психическим последствиям, то есть человек расстраивается, какие-то отклонения, повышение давления, ухудшение самочувствия, он переживает очень сильно. Это тоже можно зафиксировать? Это можно все зафиксировать, все на протоколы опроса, протоколы опроса как участников конфликта, так и свидетелей. И это ложится в основу того, что человека могут привлечь к административной ответственности. Хорошо, привлекли. Скажем так, скандалист вернулся опять домой. И начинает уже психологически воздействовать на свою жертву, то есть угрожая физической расправой, еще какими-то действиями. И женщина просто уже не обращается в последующий раз, потому что боится за себя, может быть, и близких. Угроза применения физической расправы, то есть применения телесных повреждений или угрозы убийством у нас вовремя наказуемая. То есть тут бояться не надо? Не надо. Если особенно не жалко, то нужно заявлять? Да, нужно заявлять. Почему? Потому что человек, который понимает, что за его действия нет ему никаких последствий, нет противодействия в его сторону, он продолжает совершать данные деятельности. И будет распускать руки дальше? Распускать руки дальше. И с каждым разом это все будет сильнее и сильнее. Если первый раз это будет просто пощечено, то это может в конце закончиться и уже причинением тяжких телесных повреждений. А у женщины боятся, что опять вернут его к ней домой и все, и тогда уже не избежать? Значит, у нас и на данный случай есть тоже такая профилактическая мера, как защитное предписание, которое предусматривает выселение семейного скандалиста и занимаемого вместе с членом семьи жилого помещения до 30 суток, пока универсируется ситуация в семье. Для этого есть, конечно, ряд определенных моментов, которые должны быть в соответствии с законодательством. Процедура проведена. Но вместе с тем можно и пойти по такому принципу. Ну и всегда есть возможность самой женщине, то есть или мужчине, жертве насилия, обратиться в милицию или в соцслужбы для того, чтобы заселиться в кризисную комнату, где они могут проживать абсолютно бесплатно, в нормальных, хороших условиях. Такие комнаты есть в каждом районе области. И в нее можно обращаться не только днем, но и ночью в любое время. То есть если сложилась какая-то ситуация жизненная, такая требующая, скажем так, уйти из дома, чтобы не провоцировать дальнейшие конфликты, подумать, что делать дальше. Ну понятно, это выход. Своего рода это, конечно же, выход. Ну и, естественно, к семейному скандалисту будут применяться меры воздействия. То есть это и административная, и уголовная ответственность. Но чтобы уголовная ответственность наступила, насколько мне известно, нужно, чтобы было зафиксировано три факта причинения телесных повреждений в отношении жертвы семейного насилия. Тогда начинается уголовный процесс. Эта статья называется «Истязание». Но не всегда необходимо, чтобы эти факты были зафиксированы. Почему? Потому что в ряде случаев многие не обращаются в милицию по разным причинам. Кто-то боится, кто-то не хочет наносить ссоры из избы. Но наличие телесных повреждений могут видеть коллеги по работе, могут видеть соседи, родственники. Они могут остаться запечатленными на фотографиях, либо видеопленке. И если подтверждается факт семейного скандала, факт причинения, что именно это лицо причинило эти телесные повреждения, данные факты ложатся в основу рассмотрения вопроса об возбуждении уже уголовного дела по заистязанию. Первыми, кто оказывается в центре семейных конфликтов, это, конечно же, участковые инспекторы милиции. Справляются с работой? Да, справляются. Но они не всегда приходят первыми на сообщения. Почему? Потому что бывают такие моменты, когда участковые находятся на большом отдалении от места, где происходит конфликт. И тогда прибывает на место уже ближайший наряд, чтобы разрядить ситуацию и не допустить каких-то более тяжелых последствий. Иногда, вот опять же, жертвы семейного насилия не хотят, как вы говорите, распространять информацию о том, что происходит в семье. Но консультации им необходимы. Где они могут получить слова поддержки? Можно ли просто позвонить участковому и поделиться тем, что происходит, не привлекая его к работе, чтобы не было последствий административных отношений супруга, например? Конечно, есть ситуации, когда люди просто хотят получить консультацию, чтобы им разъяснили о том, что им необходимо делать, потому что многие не знают, как поступать в той или иной ситуации. И для этого существуют телефоны, которые имеются на сайтах Респалкомов, администрации района города Гомеля, УВД, МВД наших участковых, где можно найти своего участкового, позвонить. И такими возможностями многие пользуются. То есть такая возможность есть? Да, есть. Можно знать в лицо участкового и иметь его номер телефона. Телефон, да. К примеру, приведу вам такой пример. У нас в июне месяца одна женщина Рогачевского района обратилась к своему участковому тоже для получения консультации. Не знала, какие быть в жизни ситуации в связи с семейными конфликтами. Участковому она раньше общалась, у нее были координаты, созвонилась. Участковый пришел к ней, причем он находился на своем отпуске очередном, с ней повеседовал, увидел у нее телесное повреждение. И после того, как он с ней пообщался, было возбуждено в отношении семейного скандалиста два уголовных дела. В итоге сам этот участковый, Сергей Николаевич, и нашел свидетелей, и установил факты. Причем факты были те, которых она ранее не сообщала в милицию, а те, которые были, видели свидетели, которые, ну, соседи, которые проживают, видели у нее телесные повреждения. Все это было зафиксировано. Приехала следственная оперативная группа и закончилось возбуждение малого на дел. Это еще раз говорит о том, что бояться не следует. Конечно, не следует бояться, нужно обращаться, потому что обратились, получите, человек может получить и консультацию, и разъяснение, и, естественно, подотвратить уже то, что есть в семье. Да, не всегда это может закончиться тем, что после этого не будет семейных скандалов, но, тем не менее, уже семейный агрессор будет знать о том, что любое его действие будет наказуемо. Спасибо за ваши компетентные ответы. Я благодарю вас за разговор. Спасибо, до свидания. До свидания. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец» подборка происшествий, которые попали в объективы камер мобильных телефонов, видеорегистраторов и систем наружного наблюдения со всего мира. В Сочи для водителя тягача трагически закончилась процедура выгрузки щебня из прицепа. Из-за неровной площадки, которая была выбрана для разгрузки, прицеп, поднимаясь на высоту, стал наклоняться и завалился на бок вместе с гидравлическим подъемником. Тот упал прямо на кабину. Водитель тягача скончался на месте происшествия. Чтобы вытащить тело погибшего, понадобилась помощь МЧС. В Китае город Чунчин. Парные колеса этого самосвала внезапно оторвались и покатились в разные стороны. Металлический диск одного из них сбил женщину-пешехода, а другое колесо покатилось вдоль проезжей части, свернуло на перекрестке и едва не наехало на мужчину, который шел по пешеходному переходу. Полиция заявила, что ответственность за инцидент лежит на водителе. Перед выездом он не произвел технический осмотр машины. Старый трубопровод порвало на северо-западе Индии. Посмотрите на этот взрыв под давлением. Глухой хлопок слышали даже в кафе за 300 метров, а водитель легковушки, оказавшийся рядом, вовремя свернул в сторону. Разрушен асфальт на участке дороги с кольцевым движением. Проезжую часть быстро затопило водой. Обошлось без пострадавших. В Петербурге столкнулись и сошли с рельсов два электровоза. Это произошло на грузовой станции Купчинская. Пострадавших нет. В перемешку оказались вагоны, локомотивы, сломанные рельсы. Пассажирские поезда в этом районе пустили по резервному маршруту. По первоначальным данным сообщалось, что один из машинистов уснул за несколько минут до столкновения. А это Бразилия. Легкомоторный самолет упал на оживленную улицу. Может быть, пилоты хотели экстренно приземлиться, но вышло неудачно. Ударившись об опору, оторвалось крыло авиасудна, и оно рухнуло на дорогу. Сообщается о двух пострадавших. Посмотрите на то, как в Индии борются с контрафактным алкоголем. Радикально и показательно. Эту партию крепких напитков решили уничтожить под вспышки фотокамер журналистов. Аккуратно выставили бутылки на дороге и проехались по ним асфальтовым катком. Очевидцам пришлось отойти подальше. Стекло крошилось и разлеталось на осколки. Наверняка от такого видео у кого-то прихватит сердце, но по мнению правоохранителей они предупредили сотни случаев отравления суррогатным алкоголем. На этом все. Оставайтесь на Беларусь 4. Увидимся.